МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республикам. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Качественные в сроки. Работы фонда капремонта обсудили на совещании у главы Чуваши. Уют и тепло для пожилых. В Чебоксарах открылась социальная гостиница. Мощный стимул. Юные хоккеисты получили новую экипировку. 34-й из 85-ти. Такое место в 2017 году занимало Чуваши в рейтинге Общероссийского народного фронта среди регионов по капитальному ремонту многоквартирных домов. При этом 26 тысяч семей в республике ни разу не платили взносы. О других цифрах Ольга Пырочкина. Россияне начали платить за капитальный ремонт своих многоэтажек с 2014 года. С тех пор в Чуваши собрали 2 миллиарда 200 миллионов рублей и отремонтировали 1101 дом. Это каждый пятый из тех, которым ремонт требуется. Самыми изношенными оказались крыши, электропроводка и система водоснабжения. При ремонте предпочтение давалось энергоэффективным технологиям. Кроме того, теперь подрядчиков выбирают по системе аукционов, что позволяет экономить средства и на них проводить дополнительные работы. За счет сэкономленных средств в городе Чебоксар в настоящее время ведется замена 81 лифта в 18 многоквартирных домах. Выполнены также за счет сэкономленных средств ремонта системы холодного и горячего водоснабжения в трех многоквартирных домах. Это о плюсах, теперь о минусах. По данным специалистов, более двух десятков тысяч семей в республике ни разу не платили взносы. А еще ситуацию портят недобросовестные подрядчики. Так один из них выиграл объекты в Шумерли, Канашей и Чебоксарах на 75 миллионов рублей. Но не успевает справляться с объемами. Мы неоднократно предлагали фонду включить его в список недобросовестных подрядчиков, но пока они только ведут с ними работу в претензионном порядке по взысканию. У этой данной организации были большие объемы выполненных работ. Вот, всего они заключили 13 договоров, своих сил не хватает, распыляются. И в итоге получаем несвоевременное выполнение работы и некачественное. Мы сейчас процедурный вопрос этот введем, потому что для того, чтобы включить список недобросовестных подрядчиков, надо ряд мероприятий привести. Прошу принять все меры. Вот с вашей стороны. Глава Чуваши призвал не затягивать со списком недобросовестных подрядчиков, тем более, что впереди новые аукционы. И важно знать, кто будет выполнять план на 2018 год. В нем 252 дома. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чуваши, Михаил Игнатьев, встретился сегодня с председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым. Речь шла о результатах работы за прошлый год. 11 миллиардов рублей. В эту сумму оценивается так называемый совокупный объем деятельности Чувашпотребсоюза за 2017 год. В республиканскую казну от Союза поступило 700 миллионов налогов. Занимаемся заготовками. За прошлый год у нас объем действий составил 1 миллиард 100 миллионов рублей. В том числе 700 миллионов – это выплаты чистости населения, сельскому лично-пособному хозяйству за сданную сельхозпродукцию и сырье. Закуплено 29 тысяч тонн молока, 1500 тонн мяса, 9500 тонн зернопродуктов. Партнерами чувашских кооператоров являются 60 тысяч сельских подворий. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство и сотрудников Чувашпотребсоюза за эффективную работу в обеспечении занятости жителей сел и деревень. Выставка «Картофель-2018» пройдет в Чебоксарах в первые дни весны – 1 и 2 марта. Она станет уже десятой по счету. Заявки на участие в выставке подали около 90 компаний из 25 регионов России. Для предпринимателей и экспертов пройдут круглые столы и семинары для посетителей дегустации и презентации. Желающие, как и в прошлые годы, смогут купить картофель для посадки. Температуру чуть тревожит. Мы не должны заморозить семенной картофель, когда будем привозить, отвозить по домам. Продажа семенного картофеля – это другое. Перед времени можно делать. Иначе мы дискомфорт-сет будем создавать для производителей, кто занимается семенным картофелем, и для покупателей. От погоды скорректируйте все эти мероприятия. Подробная информация на сайте Минсельхоза Чувашии под специальным баннером. О бюджете, инвестициях и инициативах жителей. Итоги социально-экономического развития сегодня подвели в Урмарском районе. Какие задачи перед местными властями обозначил глава республики, тему продолжит Дмитрий Ковалев. Жители Урмарского района брать инициативу в свои руки не боятся. В рамках программы развития общественной инфраструктуры в муниципалитете реализовали 4 проекта. Более полутора миллионов рублей в прошлом году направили на ремонт дороги, дома культуры и насосной станции. На очередной конкурсный отбор представили более 10 инициатив. В основном это инфраструктура, то есть дороги, водопровод, ремонт сельских домов культуры. В принципе все те блага, которые пользуются люди каждый день. Главу республики была поставлена задача, что все проекты, которые на сегодняшний день заявлены, их нужно поддержать. Я думаю, что в любом случае дополнительные средства будут выделены и все проекты будут поддержаны. Власти района заботятся и о досуге местных жителей. В прошлом году в селе Шаркистры открыли новый дом культуры. В планах модернизация ДК, возведенных в советский период. Назрела необходимость и в капитальном ремонте районного дома культуры. За год в его стенах проводят сотни мероприятий. Здесь установят комфортабельные кресла, новую световую и звуковую аппаратуру, обновят фасад и кровлю. Работы планируют начать уже в этом году. В этом году в районном центре планируют приступить и к благоустройству парка. Работы не удавалось сдвинуть с места на протяжении многих лет. Глава администрации занялся вопросом лично. Эскизный проект предложили разработать местным жителям. Мы проводили конкурсы системы образования. Своими глазами они предлагали свой парк. И мы при создании эскизного варианта это учитывали. В районе успешно развивается потребительский рынок. По итогам прошлого года оборот розничной торговли вырос. Были открыты и новые объекты. Инвестиционно привлекательная сфера муниципалитета – сельское хозяйство. В 2017 году в отрасли сельское хозяйство реализовано 11 инвестиционных проектов. В общей сложности, как я сказал, вложены инвестиции на сумму 107 миллионов рублей. Господдержку получили 45 сельхозпроизводителей района на общей сумме 50 миллионов рублей. Есть возможность и стремление куда двигаться прежде всего крестьянско-фермерским хозяйством. Потому что в отдельном весе они занимают уже в Урмарском районе больше половины. В этом году для поддержки сельскохозяйственного производства мы выделяем не менее 2 миллиарда 500 миллионов рублей. Глава региона рекомендовал властям ускорить работы по воду в оборот залежных земель. Для муниципалитета это стабильный доход. Все средства или в виде налоги, или в виде аренды, они поступают полностью во бюджет Урмарского района. Никто, ни у кого у вас, никто не забирает ни копейки, ни одну рубль. Серьезная проблема муниципалитета – стихийные свалки на улицах. У нас по городскому поселению 78 контейнерных площадок, в том числе плюс по 3 контейнера там стоят на каждой площадке. Это все жители, жители у нас здесь недалеко, контейнерная площадка, можно было выкинуть, но тем не менее у них ноги не доходят. Ясно одно – за облик поселка должны отвечать и местные власти, и жители. Перспективы развития муниципалитета обсудили на рабочей встрече. Контроль за ценами на молоко, ликвидация долгов за потребленный газ, ремонт аварийных участков дорог. Фронт работ на текущий год для местных властей обширный. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Чувашии побывал член Центра избиркома России Антон Лопатин. Он встретился с представителями общественной палаты, сотрудниками территориальных избирательных комиссий и журналистами. Член Центра избиркома России Антон Лопатин проверил, как в республике идет оснащение участков камерами видеонаблюдения. Треть УИКов Чувашии в этом году оборудуют современными камерами, которые в режиме онлайн будут писать не только видео, но и звук. Антон Лопатин сделал акцент на том, что объективы камер обязательно должны быть направлены на столы членов комиссии, ящик для бюллетеней и место их подсчета, а не на беленый потолок или красивую занавеску. Еще одна из новелл предвыборной кампании 2018 – создание общественного штаба, который будет работать в день выборов отдельно, независимо от избирательной комиссии. Общественный штаб может быть арбитром в возможных конфликтных ситуациях между избирательной комиссией и наблюдателями. Вы знаете, что наблюдатели у нас разные, есть те, которые работу свою выполняют в соответствии с законодательством профессионально, есть там провокаторы. Вот в Чувашской республике их, собственно говоря, не так много, но тем не менее дополнительные общественные наблюдения считаем, что 18 марта будет серьезным подспорьем в этой важной работе. В МФЦ член Центризбиркома посмотрел, как налажен прием заявления о включении граждан в список избирателей по месту нахождения. Напомним, в этом году ЦИК России значительно упростил систему голосования по месту нахождения, отказавшись от открепительных удостоверений. В целом, отметил Антон Лопатин, в Чувашии подготовка к выборам идет по плану. Мы плодотворно поработали в республике Чувашия. У нас были встречи с главами районов, с руководителями ТИКов, с представителями правоохранительных органов, с представителями общественностью. Также мы сегодня посетили многофункциональный центр, посмотрели, как идет проект мобильные избиратели. Общее впечатление, что республика Чувашия и общественность, и исполнительная власть, и избирательная система мобилизована. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Ростельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки молока и молочной продукции из Республики Беларусь. Введение режима усиленного контроля вызвано нарушениями ветеринарно-санитарных стандартов белорусскими предприятиями. Какие продукты попали под временный запрет, мы узнали в управлении Ростельхознадзора по Чувашии. Ростельхознадзор с 26 февраля 2018 года запрещает поставки в Российскую Федерацию молока и молочной продукции из Беларуси. Это касается так называемой наливной продукции, цельного молока, сливок, сухого молока, сыворотки и молочного белка. Запрет не коснется таких молочных продуктов, как сыры, сметана и молоко в пачке. Основанием для запрета стали продолжающиеся поставки в Россию небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь. С великим искушением столкнулась жительница Новочебоксарска, на глазах которой мужчина выронил в отделение банка пачку долларов. Принимая решение, как поступить, горожанка не думала, что о нем узнают не только ее близкие. Житель Чебоксар, который обращался за получением кредита, выходя из банка, выронил 300 долларов. Это заметила немолодая женщина, которая стояла неподалеку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она сначала выбежала следом за посетителем, но быстро вернулась и подобрала пачку. Женщина поясняет, что она не заметила, у кого на самом деле выпали деньги. Подняла и уже обнаружила дома, что это оказались деньги. И побоялась обратиться в полицию, так как к ней могут быть выдвинуты претензии о том, что денег было больше. Вот она таким образом поясняет, почему она сразу в полицию не обратилась. Объявление о розыске женщины в СМИ увидели ее родственники. После чего та пришла в полицию и добровольно вернула чужую валюту. Благодаря этому жительница Новочебоксарска не будет привлечена к уголовной ответственности. Завтра в Чебоксарах состоится презентация дизайн проектов общественных пространств, которую планируют благоустроить в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. 27 февраля будут обсуждаться территории Калининского района. Кадетский сквер, ЗДК тракторостроителей, территория, прилегающая к универмагу Шубашкар с обустройством фонтанов, парк культуры и отдыха в Дубовой роще, аллея по улице Айзмана в микрорайоне Ольгешева, аллея искусственного Южного района. Обсуждение пройдет в администрации Калининского района. Что капитально отремонтируют, построят и откроют в этом году в Чебоксарах? О реализации программ в социальной сфере говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. 62 учреждения образования, культуры и физкультуры. На их ремонт из бюджета города выделено более 175 миллионов рублей. Большую часть средств получат образовательные организации. Одна из них – столичная 11-я школа. Причем средства на ее ремонт выделят из республиканского бюджета. Второй год в республике действует программа по софинансированию и капитальному ремонту зданий, чей износ более 50% и срок эксплуатации более 50 лет. Мы получаем 10 миллионов рублей. 11 миллионов заложено по софинансированию в муниципальном бюджете. В Чебоксарах продолжится реализация других муниципальных программ. Ремонт бассейнов, школьное кафе, модернизация пищеблоков, перепрофилирование кабинетов для начальной школы. Сейчас идет подготовка и согласование проектно-сметная документация. К 15-му и 20-му марта все конкурсные процедуры нужно объявить. Если по перепрофилированию требуется дополнительное время, до 1-го апреля укладывайтесь. К началу мая, или в начале мая, все контракты должны быть заключены. Ну и к 15-му августа по плану работы завершаем. Продолжится в этом году и программа инициативного бюджетирования. Здесь жители сами решают, что необходимо отремонтировать в первую очередь. И вносят 5% от общей суммы. 75% выделяет городской бюджет. Еще 20% республиканский. Подготовьте предложения, подготовьте проекты. Крайний срок подачи муниципалитета 15 марта. Нам надо подготовить все заявки к 5 марта. Объем хоть и небольшой, 17,5 миллионов на городские округа. Тем не менее, 10 проектов мы можем взять. Можем получить софинансированные на эти проекты. Софинансирование требуется и на рекультивацию пехтулинской свалки. Около 30 миллионов рублей пойдут на транспортировку грунта и глины с разных земельных участков. Администрация города уже подготовила соответствующее письмо в республиканский Кабмин. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Бурные ручьи среди зимы потекли сегодня по улице Эльменя в Чубаксарах. По данным ЕДДС, авария произошла в системе холодного водоснабжения. На водоводе разошелся шов. Специалисты прибыли на место спустя 5 минут. И вот как нам прокомментировали эту ситуацию на водоканале. Отметим, что всего за минувшую морозную неделю в столице зафиксировано 4 функциональных отказа в работе коммуникации водоканала. В Чубаксарском комплексном центре соцобслуживания населения открылась социальная гостиница. Ее постояльцами могут стать пенсионеры и инвалиды, которые нуждаются во временном присмотре Юлия Важенина подробнее. Чистая постель, тумбочка, телевизор и шкаф. Так выглядит комната в социальной гостинице. Здесь есть все, что нужно. Появился и первый гость, участник Курской битвы Анатолий Николаевич Гомберг. Его жена привела в гостиницу на время. Ухаживать за ним одно ей тяжело. А дочь пока находится в больнице. В подобной ситуации социальная гостиница просто незаменима. При этом речь идет не только о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, но и о тех, чьи родственники уезжают в отпуск или командировку. Эта гостиница работает круглосуточно. Впечатления очень хорошие. Мне очень все понравилось. Мне понравилось, во-первых, то, что здесь по инициативе Рената Евгения Минова открылся такой шикарный комплекс для поживых, для инвалидов войны. И это большое дело для таких, потому что бывает время, когда больного не смысл ставить. И здесь всегда могут в этом центре выручить на время положить больного. Попасть сюда несложно. Нужно лишь предоставить медицинскую справку и заключить договор оказания услуг. Срок пребывания не ограничен. Есть как гарантированные услуги, так и дополнительные. И питание, и проживание, и досуг – все включено. Месяц пребывания в социальной гостинице обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Ограничения возрастного такого нет. Единственное, наверное, здесь те, которые сами могут себя обслуживать. Лежачих у нас медицинские услуги мы здесь не предоставляем. Естественно, лежачих здесь мы не сможем принимать. Но при смотре у нас соглашение подписано городской клинической больницей. Там врачи у нас всегда в стационарное отделение приходят по соглашению. Я думаю, здесь, если какие-то сопровождать больницу даже нужно будет, это наши специалисты будут и больницу сопровождают. Арт-терапия, бисер, лепка из соленого теста и голубой глины, витражное искусство, оздоровительная и дыхательная гимнастика и даже хор. Вариантов проведения досуга здесь множество, так что скучать по стояльцам точно не придется. Конечно, сейчас в гостинице только пять мест, но если она будет востребована, то ее планируют расширить. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Победа сборной России по хоккею на Олимпиаде – мощный стимул для развития школьных хоккейных лиг. В Чебоксарах она развивается активно. Строятся новые корты, растет мастерство тренерских кадров. А сегодня четырем школам вручили новую экипировку. На ее покупку ушло почти 12 миллионов рублей. Стать известным хоккеистом и играть в самой сильной команде – об этом мечтает каждый игрок школьной хоккейной лиги. И новая форма, которую подарили юным хоккеистам, а это 32 комплекта – долгожданный подарок. Ребята с радостью примеряют обновки. Хоккейные свитеры, коньки, щитки, краги и панцирь – все должно быть точно в пору. Не секрет – профессионально экипироваться. Удовольствие дорогое. Не все родители могут купить хоккейную форму. Так что без помощи не обойтись. Экипировки на самом деле хорошие. И для воротаря, и для игроков они очень безопасные и очень хорошие. Ну хотя вес немного больше. Тяжело чуть-чуть таскать. У нас в неделе две или три тренировки, как получится. И мы занимаемся, работаем над защитой. Кто работает, тренер нас заставляет немножко работать над защитой, над тормозами, как правильно тормозить. Сейчас в школьной хоккейной лиге более 300 юных спортсменов, а это 32 команды. Их возраст от 10 до 15 лет. Однако это не мешает им играть по-взрослому жестко, технично и в полную силу. Тренировки и матчи проходят более чем на 20 ледовых площадках. В прошлом году 5 коробок было сделано. В этом году еще дополнительные коробки появятся в городе. Я думаю, что из года в год их больше станет, чтобы была возможность, чтобы дети имели доступ ко льду, было желание у них заниматься хоккеем. Я думаю, что из нашей школьной хоккейной лиги выйдут еще олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, настоящие. А самое главное, чтобы вышли настоящие ребята, защитники своей семьи, малой родины, но и всей России. Но для того, чтобы звезды засияли, должна быть проделана большая работа. Нужна хорошая программа и четкая концепция развития хоккейного спорта в республике. С каждой командой должен заниматься профессиональный тренер. Впереди у мальчишек третий чемпионат школьной хоккейной лиги города Чебоксары. Ребята уверены, в новых формах им будет легче побеждать. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. Сразу два спортивных события состоялись в минувшие выходные. Республиканский турнир по волейболу и первенство России по карате. Оба мероприятия приурочили ко Дню защитника Отечества. Турнир уже во второй раз собрал сильнейших волейболистов из Ибресинского, Канажского, Комсомольского и Янтикского районов. Вице-адмира Владислав Ильин, чье имя носит соревнования, тоже в свое время увлекался волейболом и имел второй разряд. Как будто вчера состоялись первые состязания по волейболу среди сельских волейбольных команд. Тогда мы признали всем и вся, и самому себе, что первый блин оказался далеко никому. И решили продолжать эти мероприятия и впредь. Волейбольные команды играли по круговой системе. В результате упорной борьбы победа досталась дружине Комсомольского района. На втором, третьем местах, соответственно, расположились команды Янтикского и Ибресинского муниципалитетов. Победителей и призеров наградили кубками и медалями соответствующих степеней. Почти одновременно с волейболом дали старт соревнованиям на порядок выше. Чуваша принимала первенство и чемпионат России по всестилевому карате. Сегодня будет проходить отбор детей и взрослых, и ветеранов в национальную сборную команду страны, которая будет участвовать на четырех международных соревнованиях в 2018 году. Бороться за медали чемпионата и первенства пожелали порядка двух тысяч каратистов. Из 29 регионов России и Казахстана. Карате, конечно, это отдельный вид спорта. Это такая философская борьба. Но здесь люди формируют свой дух. Мы хотим быть всегда духовно богатыми людьми, сильными людьми. А этот вид спорта на самом деле людей сплачивает. Каратисты распределились на пяти татами. Соревнования начались параллельно в разных возрастных группах. От детей шести лет до ветеранов. В категориях кумитэ, поединках и катах, комплексах формальных упражнений. Состязались каратисты в течение двух дней на татами центра маунтинбайка. По итогам у сборной Чувашии 20 золотых, 24 серебряных и 33 бронзовых медалей. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Качественная вещь по доступной цене. Об этом мечтает практически каждый. Благодаря ярмарке верхней одежды мечты стали реальностью. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать себе модель по душе. Надежда Артемьева пришла сюда за весенней курткой, но уже присмотрела себе и зимнюю. Здесь очень большой ассортимент. Больше даже, чем на рынках. Вместе все взято. Я хочу обновить гардероб. Скоро весна. Хочу себе новую курточку. Продавцы, консультанты помогли мне подобрать несколько вариантов. Я думаю, без покупки я сегодня не уйду. Правильный выбор утеплителя для верхней одежды очень важен. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом толщина и вес изделия должны быть минимальны. Ведь чем легче и теплее зимняя куртка или пальто, тем удобнее и приятнее их носить. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. Куртки с мехом кролика, норки, лисы. Мы привезли огромную коллекцию верхней одежды, курток пуховиков. Это более 3,5 тысяч различных моделей. Все отшивается на российских фабриках. Качество очень хорошее. Вся продукция покупается очень большим оптом, поэтому цены у нас недорогие. Все весенние и осенние модели 3,5 тысячи рублей, зимние модели 4,5 тысячи рублей. Мы ждем всех жителей города. У нас на ярмарке продавцы-консультанты помогут подобрать одежду абсолютно для каждого. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 19 вечера без обеда и выходных. А разместилась она во Дворце культуры «Салют» по адресу улицы Энтузиастов 36-9. Торопитесь, ярмарка пробудет в столице Чувашии до 4 марта включительно.